До 14 тысяч мигрантов и беженцев скопились в Адамине на границе Греции с Македонией. Каждый день обитатели этого лагеря ждут, когда Македония откроет для них границу и пропустит на свою территорию для дальнейшего следования в Западную Европу. Сейчас в Македонию могут попасть только беженцы из тех городов, которые, по мнению властей, находятся в состоянии войны. Новые ограничения означают, что беженцы из сирийского города Алеппо могут пройти в Македонию, но беженцы из Дамаска или Багдада этого сделать не могут. Я спасся от войны в Сирии не для того, чтобы умереть здесь, в этом лагере беженцев, под дождем и в таком холоде, говорит сирийский парень. Мы спим на земле. Ситуация печальная. Я не знаю, что делать. Вот почему мы находимся здесь? Условия проживания в лагере далеки от идеальных. Здесь нет теплой воды и душевых. Горячего питания на всех не хватает. Мигранты должны выстаивать очереди, чтобы получить бутерброды и фрукты. Усталость, утомление, все так скучно, рассказывает корреспонденту Евроньюз эта девочка. В палатках ничего нет. За всем надо стоять в очереди. Буквально за всем. Чтобы взять что-то поесть, надо стоять в очереди. Чтобы помыться, мы тоже должны стоять в очереди. В некоторых случаях возникают потасовки из-за куска хлеба или старой одежды. Тяжелее всего приходится детям. Добровольцы из неправительственных организаций делают все, что в их силах, чтобы помочь малышам. Я смотрю, как много детей играют в грязи. Поэтому мы организуем вот такие занятия рисованием с карандашом и бумагой. Мы играем с ними, и они получают от этого удовольствие. Так приятно видеть улыбки на их лицах. В настоящее время границы с Македонией пересекают в день лишь десятки человек. 5 марта власти разрешили пройти на территорию балканского государства 99 беженцам. Тысячи других живут ожиданием.